Особое мнение на 101FM Мы хотели сконцентрироваться на экологической теме И прежде всего начнем с новости о строительстве полигона в Осенцах Которые признали незаконную в очередной судебной инстанции Я цитирую по сайту эхакирова.ру Это была касация Жалобы администрации Слободского района на решение арбитражного суда Кировской области Рассмотрели в суде Волговятского округа И этот суд принял решение, что строительство было незаконным Сейчас эксплуатация полигона в Осенцах вроде бы как приостановлена Однако есть сведения, что мусор в Осенце вывозят Что происходит вообще? На мой взгляд, это была закономерность решения 2-го арбитражного суда Только по той причине, что есть резкие доводы, высказанные 1-м судом арбитражным По поводу незаконной выдачи разрешения на строительство Так как никто у нас на сегодняшний день законодательство авиационного А это именно связано с аэропортом С ДОСАФом С ДОСАФом, да Никто не отменял и отменять не собирается Аэропорт как был, так и остался Как был в реестре, так и есть Вот И 15 километров, извольте соблюдать И поэтому данное решение суда, оно было предсказуемо Однако и первая карта полигона, о которой сейчас идет речь, полигона в Осенцах Вторая карта называется у них по проекту Основание для приостановления работы первой карты полигона чиновники не видят Мы сейчас вот об этом говорим, про первую карту Она внесена в государственный реестр размещения отходов Она тоже в реестре, как и аэропорт ДОСАФ По проекту это считается второй картой Первая карта еще не построена Но вопрос в другом том, карта не карта Вопрос в том, что данный объект находится в нарушении зоны полетов аэропорта в Порошино То есть там есть разрешение и тут есть разрешение Да, там не то, что есть разрешение Там есть разрешение, если мы говорим о полигоне в Осенцах Там есть разрешение о строительстве Есть разрешение о вводе в эксплуатацию Есть разрешение о внесении в список ГРО Это государственный реестр именно полигонов, где разрешается размещать отходов 3-го, 4-го, 5-го класса опасности. И данный полигон в этом разрешении есть. О чем говорит на сегодняшний день, я там несколько статей читал вчера, о чем говорит Министерство природопользования. По крайней мере, согласно их позиции, которая прописана на нескольких порталах города Кирова, они ничего приостанавливать не собираются. Они говорят, что этот полигон будет эксплуатироваться, потому что основное решение это то, что он находится в списках государственного реестра. И до тех пор, пока он в списках, мы его эксплуатировать будем. Но тут коллизия такая, разрешение на строительство недействительное. То вопрос, почему он находится до сих пор в списках, значит, надо либо выходить в суд со стороны прокуратуры, которые, по сути, наблюдают за выполнением законодательства Российской Федерации. Вы чего, выходить-то уже вышли? Вон суд состоялся. Этот суд решил на сегодняшний день, что выданное разрешение недействительное. У нас же, знаете, законодательство, оно такое интересное. Одно дело, там, разрешение на строительство. Теперь надо, сейчас еще один суд, который еще не вынес решение, это о вводе в эксплуатацию данного объекта. И если автоматически суд решит, что и ввод в эксплуатацию объекта был незаконным, то, конечно, по сути, Росприроднадзор, федеральная структура, которая вносит в реестр, государственный реестр, они должны автоматически исключить данный полигон из данного списка. Тогда полная приостановка действия данного полигона. Сейчас, на сегодняшний день, я смотрю, ну, как вижу и наблюдаю, что пока такого желания со стороны Росприроднадзора о исключении данного объекта нет. Поэтому будем ждать следующих решений суда, а это именно связано с вводом в эксплуатацию данного объекта. И посмотрим, что дальше будет происходить. Но хочу сказать, что это не есть хорошо для региона, по-честному. Это очень плохая ситуация для региона, потому что размещать отходы нам некуда в тех объемах, которые сейчас принимает данный полигон. Так как полигон Костина закрыт, эксплуатировать его запрещено на сегодняшний день, так как он переполнен. Хотя есть там отклонения от федерального законодательства, которые не так давно ввели правило, что можно включать такие полигоны. Ну, это уже в рамках, наверное, ЧАЭС какого-то, да. Чрезвычайной ситуации. Да, чрезвычайной ситуации. Но, опять же, и та ситуация, ну, то, что сейчас происходит, да, как бы закрытие полигона привлекет к коллапсу, мусорному коллапсу на территории не только города Кирова, но и в большинстве районов Кировского области. Ну, что касается мусорного коллапса, мы же параллельно с обсуждением полигонов и всей мусорной реформы, и вывоза мусора, и так далее, обсуждаем всегда ее переработку, его мусоропереработку. Активисты и бизнесмены заявляют, что, да, настало время перерабатывать давно. Люди, кстати говоря, готовы это показывать, акции, которые кировские активисты и экоактивисты... Вятка без мусора, например. Вятка без мусора показывает, что вот эта история про то, что готовы мы сортировать или не готовы мы сортировать, она на самом деле больше мифологизирована, потому что много людей, которые хотят сортировать мусор. Вот на твой взгляд, мы сейчас подойдем плавно к вопросу о том, как же, что же делать с этим мусором на самом деле, а на твой взгляд, вот если мы говорим о людях, о населении, я просто знаю, что ты в ассоциации переработчиков мусора. Ну да, мы... Как это называется? Мы учредили в свое время ассоциацию переработчиков мусора, ну, переработчиков, ну, там такое трудное название, да, я его иногда не могу выговорить, но это, проще сказать, это те предприятия, те организации, которые на сегодняшний день стремятся, ну, которые производят, во-первых, да, продукт, который в дальнейшем можно переработать, да. Там состоят предприниматели, которые перерабатывают данные отходы, и там состоят предприниматели, которые производят данные отходы, да, и это все аккумулируется в рамках данной организации, когда один другому может в чем-то помочь. Много там учебных? Я не скажу, что пока это много, потому что эта отрасль у нас не настолько еще развита, да, именно по переработке отходов, но предприниматели не стоят на месте, они развиваются. Сейчас есть предприниматели, которые уже перерабатывают на территории Кировской области биоотходы, пусть они не в таком большом количестве, как хотелось, потому что отходов био, это, ну, как бы, практически процентов 70 от тех отходов, которые копятся на территории региона, да, но отрасль не стоит на месте, а отрасль развивается. Кто эти люди все-таки, вот, чтобы мы могли представить, кто входит в эту ассоциацию, кто, ты говоришь, производители и кто переработчики? Эти люди, это предприниматели. Конечно, я не буду пофамильно называть, мне больно любят о себе говорить. Мне не нужно пофамильно, а расскажи, пожалуйста. Это предприятие, это крупные, есть крупные предприятия, да, которые входят в эту ассоциацию, которым, по сути, надо платить сбор, который на сегодняшний день фигурируется в рамках федерального законодательства. Ну, сбор, это когда ты производишь какую-то упаковку, как сейчас называют роб в последнее время, да, то в данной ситуации, когда, если есть переработчик данного, ну, кто может перерабатывать данный отход, да, то это предприятие в том объеме, в котором он может платить, они могут не платить, потому что они в своем отчетности могут показать, что они данный продукт сдали переработчику, а тот переработчик показывает в своих документах, что этот продукт он переработал, в итоге он не размещается на полигоне, тем самым этот сбор с предприятия, который произвел данный продукт и данную упаковку, к примеру, да, он не должен заплатить. И это какая-то экономическая выгода для данных предприятий, когда такая кооперация происходит. Это я даже не то, что ассоциация, это больше кооперация называю, да, когда один другому помогают, чтобы сэкономить какие-то финансовые расходы. Скажи, пожалуйста, зачем люди вообще объединились в эту ассоциацию? Ну, я даже не скажу, что, ну, во-первых, зачем они объединяются? Для того, чтобы экономить. Любой бизнес, он нацелен не только на прибыль, но и на экономию. И когда предприниматель видит, что он может сэкономить при какой-то кооперации с каким-то другим предприятием, да, почему бы ему не объединиться? То есть не сдавать мусор на вывоз на полигоны, например, а сдавать переработчику? Конечно. У нас же законодательство не запрещает, хорошо хоть не запрещая, да, юридическим лицам платить по факту. И чем меньше юридическое лицо... По факту сданного мусора? Конечно, да. Они делают паспорт отходов, и согласно паспорту отходов они показывают объем накопления, да. Если производитель, ну или как бы предприятие, да, научилось экономить на этом, да, а именно сдавать эти отходы, это не называется, уже можно не назвать отходом. Почему это отход? Это товар, который предприятие может продать. Бумагу продает? Продает. Пластик может продать? Может продать. Это не отход. Даже покрышку на сегодняшний день можно назвать товаром, потому что есть производители, которые эту покрышку перерабатывают. У нас в Кирове? Конечно, у нас есть производители. Во что перерабатывают? Ну, у нас есть, знаю, что в Коминтерне есть завод, который перерабатывает покрышки в крошку. Знаю, что еще одно предприятие на территории Кировской области открывается, которые хотят перерабатывать там какой-то продукт, но это не крошка точно, это уже более такое в виде масла. Высокотехнологичный полепродукт. Да, более высокий. Ну, там не настолько это перерабатывает в масло покрышку, потому что покрышка это у нас, ну, это состав, это нефть, по сути, каучук, это такой состав, который можно в итоге что-то из него сделать. Знаете, что в Радужном ребята тоже сейчас открыли производство по переработке покрышек, опять же, в крошку. Вот, и на сегодняшний день нельзя сказать, что это отход. Любой продукт – это продукт, это не отход. Вот, и если мы правильно его научимся перерабатывать, и, можно сказать, продавать, да, то почему его надо называть отходом? Прервемся сейчас на полминуты и продолжим разговор по поводу мусора, его переработки и отношения населения к этому вопросу, потому что вчера, насколько мне известно, было большое такое собрание по поводу объекта по переработке мусора в Мородыково, который планирует построить Росрау. И ты был на этом собрании. Подробности хочется узнать после перерыва. Особое мнение на 101FM В эфире программа «Особое мнение». Светлана Занькова, микрофон, и свое особое мнение высказывает Константин Сичихин. Здесь очень важный момент. Об этом мероприятии, честно говоря, я информацию пока не нашла ни в каких СМИ, и ни на одном портале партий или общественных деятелей, которые вчера в нем, как мне известно, принимали участие. Но известная площадка на базе Дома профсоюзов проходила собрание людей, которые говорили о предприятии, планируемом к постройке в Мирном, объект Мородыковский, по перепрофилированию объекта для переработки отходов 1-2 класса опасности. Расскажи, пожалуйста, что это было. Во-первых, как ты туда попал, на это мероприятие? Нас не приглашали, например, в СМИ. Я как понял, никого туда практически не приглашали. Это такое мероприятие. Я не скажу, что оно было закрыто. Меня туда пригласил общественный активист, как Валер Семенищев. Известный, да. Да, известная такая личность. Он написал, хочешь прийти? Я говорю, почему не прийти? В соцсетях тебе написали? Не то, что он позвонил, мы с ним все виделись. Он позвал туда, на это мероприятие. Сказал, что там будут люди, которые... Мне безразличное строительство данного полигона Мородыкова. Не полигона. Ой, извиняюсь. Заводы. Да, заводы. Маленько перепутал. Да, данного объекта, можно сказать, по переработке отходов Мородыкова. Я сказал, ладно, хорошо, я приду, поприсутствую. Вот вчера пришел на это мероприятие. Тебе обратились... Ты же вел на гражданском форуме целую секцию как раз по этому вопросу. Да, я на это... Может быть, по этой причине. Потому что Валера присутствовала. Но в итоге вчера на этом мероприятии был. Я не знаю, почему там СМИ не освещало. Может быть, не пригласили. Может быть, сами не пришли. А ты там видел камеры смешников? Ты же знаешь все. Там снимали. Кто-то снимал. Но как бы я больно не обращал внимания, кто там что снимал. Потому что много было и гражданских активистов, и людей, которые не безразличны. Строительство данного объекта. Из Котельнического района, Соричевского района были и депутаты законодательного собрания, и депутаты городские. А кто там был из депутатов законодательного собрания городских? Федя Сураев был. Федор Сураев. Федор Сураев, да. Это справедливая Россия. По крайней мере, его точно видел на данном мероприятии. Потом, если из депутатов городской думы, то это Юль Львович Лемензон был на данном мероприятии. А ОЗС представлено было? Веселова Татьяна была. Татьяна Веселова, городская дума, ЛДПР. Ну вот Федор Сураев как раз со стороны ОЗС. Поэтому вот эти люди, там еще, конечно, присутствовали не два, не три человека, практически человек, наверное, может быть, 25-30 было. Депутаты, активисты, которые работают в Котельниче по морадыковскому вопросу. Ну и представители профсоюзов. И профсоюзов. Да, представители профсоюзов. И они там, как я понимаю, мы были в здании профсоюзов, значит, это было многочисленное, как бы, и большинство, конечно, были представители профсоюзов. А руководитель профсоюзов? Профсоюзов нет, он не присутствовал. Береснев Роман Александрович. Романа Береснева не было. Вот. Ну, вопрос основной там обсуждался вчера, это все, что связано со строительством Морадыкова, почему этот объект нужен, либо почему не нужен. Да, я, конечно, не выскажу все точки зрения, по той причине, что я имею только свою личную точку зрения. Но рассказать о том, о чем говорили люди, можно? Ну, сказать, конечно, можно. Конечно, люди говорили о том, что данный объект не нужен. Все? На территории, ну, практически все, да. Кто там присутствовал? Практически все, кто там присутствовал, они все высказали свою позицию, что данный объект на территории Кировской области не нужен. Вот. В каком, даже без разницы, в каком он виде будет там находиться, да, либо это будет экологический кластер, либо это будет производство первого, второго, переработка первого, второго класса отходов. Но данный объект на территории Кировской области не нужен. Ну, вот это я сделал вывод из того общения с теми людьми, которые там присутствовали, которые там высказывались по данному объекту, по данному строительству. Вот как-то так. Кто ввел это мероприятие? Валерий Семенничев. Валерий Семенничев. Он пригласил, он лично ввел это мероприятие, ну, как бы, лично он проводил его. Вот как-то так. А кто выступал с какой-то аргументацией? Так нет, практически очень много выступали гражданские, ну, именно люди, которые с районов, да, они там были очень сильно подготовлены, как бы, с какими-то там книжками даже, какие-то там, ну, книги. Тамара Яковлевна Шихмина книги в свое время выпускала, я видел там, как бы, они эти книги трясли и говорили, что вот, она там говорила об одном, говорит сейчас о другом. Ну, как бы, это мнение каждого на сегодняшний день, да, каждый воленый высказывается с той точки зрения. А какая была все-таки аргументация у выступающих против строительства? Ну, одна. Это экологическое. Это то, что данный объект на сегодняшний день будет загрязнять Кировскую область своим переработкой отходов, да. Ну, и, конечно, будет ухудшать жизнедеятельность человека, который живет в районе там данного завода. Это котельнический район, это орический район. Фраза, фраза будет загрязнять, она, это просто фраза, а аргументация это какие-то данные, которые точно об этом говорят. Вот как, например, в Шиесе сейчас. Люди же не просто говорят, что он будет загрязнять, они считают, что не по технологии строится полигон, что там водораздел неправильный, что реки будут поэтому загрязняться. Это такой же диалог вчера был, когда люди высказывались, они также рассказывали про водоразделы и про те территории, на той территории, которая находится, и то, что регион у нас не настолько промышленный, чтобы столько отходов накапливать, значит, к нам отходы все повезут в соседних регионах. А были там специалисты, которые подтверждали эти данные? Я не увидел тех специалистов, которых я лично знаю, да, даже Тамара Яковлевна-Шихлимина, да, я ненавидел таких специалистов на данном мероприятии. Со своей точки зрения, я высказывал свою позицию, я не скажу, что я там за или против строительства данного объекта, да, я на сегодняшний день считаю, что есть объект Марадыкова, в которого было вложено немало денежных средств. Со стороны и федеральных денежных средств, и там, как я знаю, там денежные средства, которые за границей поступали, да, на строительство данного объекта, это хороший большой инфраструктурный объект, который надо использовать на сегодняшний день в регионе в каком-то виде. Просто так взять сейчас, как некоторые там предлагали, взять, забросить, все снести и посадить деревья, да, но это неправильно. Это мы таких объектов в свое время забросили в СССР, и по территории, если походить, очень много, в итоге что? В итоге бездарное использование данных, данных денежных средств, которые были потрачены, да, данный объект нужно использовать. Если он на сегодняшний день настолько экологически безопасен, как уверяли военные, там все-таки химические, химическое оружие утилизировали, да, то почему бы его не использовать в рамках какого-то экологического кластера для региона? Территория большая, с большой, хорошей инфраструктурой. Территория большая в плане, туда не надо ничего подводить, ни электричество, ни газ, там уже все есть, железная дорога присутствует, да. Просто использовать в рамках экологического хорошего кластера. У нас вопрос стоит по поводу полигонов, осенцов, непонятно, что будет происходить, да. У нас вопрос стоит совсем полигонов населения, у нас вопрос стоит мусоросортировок, у нас вопрос стоит переработчиков. Отсутствие мусоропереработки, да. У нас вопрос стоит отсутствие инфраструктуры, у нас нет этой инфраструктуры, и никто в ближайшее время ее не создаст для нас, да. А есть объект Мородыкова, на площадке которого можно создавать эту инфраструктуру минимальными вложениями, А предпринимателю что надо-то? Минимально вложиться, максимальную прибыль получить, да. И этот объект на сегодняшний день позволяет предпринимателям размещать там какие-то оборудования для переработки этих же покрышек, для переработки этого же пластика, для переработки батареек, например, да, и все в этом плане. То, что сейчас, либо вываливается на полигон, либо где-то складируется. Тоже на полигоне. Ну, на полигоне. Покрышки сейчас нельзя складировать, но суть в том, что... Но они складируются же везде. Они где-то складируются, нет. По закону у нас не запрещается их положить. И хранить. И хранить порядка 11 месяцев. Так они таким же образом могут сейчас храниться на полигоне где-то в сторонке, да, а потом когда-то, как-то образом где-то утилизируются. Поэтому вот в моем понимании... Или не утилизируются. В моем понимании Мородыково для региона это должен быть большой экологический кластер, где будет основной центр, это переработка, переработка отходов. Каких отходов? Первый, второй, третий, четвертый, пятый класс. Вот лично мне без разницы. Для меня главное, чтобы там была, во-первых, возможность для предпринимателя развиваться в данном секторе, да, потому что там есть железная дорога. Это тоже большой, полностью большой плюс. Там есть хорошая инфраструктура, и это не настолько удаленность, по сравнению с Вятскими полянами, где там кластер создали в свое время, либо там Белая Холница, от города Кирова. И тот район, он, по крайней мере, ну, аэрический район, он оживленный район, он густонаселенный. Ну, вот ты сейчас говоришь с точки зрения... Два аргумента ты привел. Мусор надо перерабатывать, потому что он складируется на полигонах, и с теми полигонами у нас проблема, да, если мы говорим о ТЭКО. А с другой стороны, надо развивать предпринимательство, которое могло бы перерабатывать этот мусор. А как твоя аргументация, если ты об этом заявил на мероприятии, где собрались люди, которые выступают против, а собрались люди, явно, которые выступают против, раз ты один там только заявлял что-то за... Понятно, что мою аргументацию на этом мероприятии вчера перебили те активисты, которые были там с... Ну, по крайней мере, это женщина, которая меня перебила вчера, да, она была там в Сорическом районе, именно с поселка Мирное. Она сказала, что, ну, как бы, я не прав. Ну, это моя позиция. Договорить-то дали? Ну, договорить, конечно, дали, да. Трудно не дать договорить, но договорить дали. Ну, перебили, перебили, как бы, сказали, что я не прав. Ну, у каждого своя аргументация. Я придерживаюсь той позиции, которая есть. Я придерживаюсь реальным вещам, которые есть на сегодняшний день. Есть инфраструктура, которую надо использовать. Либо мы ее похерим, и она зарастет ветками, деревьями, травою, либо все-таки мы ее будем использовать, у тебя влага региона, и не складировать мусор, как мы сейчас. Чтобы люди все понимали, мы сейчас платим за то, что мы складируем. Мы складируем в какую-то кучку тот мусор, который у нас вывозят из дома. А потом, спустя лет 5-10, мы будем с вами все вместе платить, чтобы эту кучку рекультивировать, да, как сейчас мы платим за кучку, в которую Костина. И это не платит не перевозчик, это не платит предприятие САХ, которое это все складировало, это платит население. Хочется понять, а этот-то вопрос обсуждался, а что вообще, в принципе, делать с мусором? Ну, по крайней мере, такой вопрос на данном мероприятии не задавался и не поднимался. Да, там Татьяна Веселова рассказала, конечно, о своей поездке в Австрию, ну, с ним совместно ездили, да. Вот, она рассказала, как она видела, как там все прекрасно и хорошо, и хотелось бы, конечно, это прекрасно и хорошо увидеть в Кировской области. Вот, но вот чтобы это все прекрасно и хорошо было у нас, нам надо создавать на каких-то инфраструктурах какие-то хорошие, достойные объекты. А все-таки опасения, там, не знаю, профсоюзы вообще что-то высказывали или не высказывали? Ну, я не слышал профсоюзов, я не думаю, что они там на массовке собрались, профсоюзы, да. Вот, поскольку, постольку, как бы, проводили в здании профсоюзов. А лично позицию профсоюзов, может быть, я ушел, просто я не дождался до конца, как бы, мероприятие и так долго проходило. Я ушел где-то там на середине, может быть, где-то в это время, вот, спустя полтора часа. Ну, и так, чтобы вот сейчас подвести черту, еще раз, там, основное опасение, которое высказывают активисты из Котельнича и Зоричей и лично Валерий Семенищев. Какое? Опасение или просто установка, что нужно как все закрыть? Ну, на мой взгляд, они, данные люди, как бы, и Валера, и все остальные, они боятся то, что на данном объекте не будет соблюдаться та безопасность, о которой говорят. Не верят. Не верят этой безопасности, да. Они не верят, что будут соблюдаться все те нормы и правила, которые требуются для этого объекта. Что будут аварии, что будут какие-то выбросы, да, что будут происходить, ну, какие-то мероприятия, которые будут влиять на жизнедеятельность человека с точки зрения экологии. Тем самым загрязняя атмосферный воздух и грязняя окружающую среду, и люди будут болеть. Вот, как бы этого они опасаются, они не верят данному, можно сказать, оператору, который сейчас туда пытается зайти, что он будет выполнять те обязанности, которые требуются согласно законодательству. Альтернативу какую-то, а что делать с вот этими всеми отходами, обсуждали? Конечно, ну, при мне они не обсуждались, при мне обсуждался вопрос, что данным объектом нельзя быть. И спросили мою позицию, я свою позицию высказал на этом мероприятии. Все ясно. А что дальше там происходило, была там альтернатива, не было альтернативы, я, честно, не слышал про это. Ну, я думаю, что, может быть, сегодня-завтра появятся эти материалы на сайте ЛДПР, раз они там были, на сайте Справедливой России, если они там были, у Валерии Семенищева на личных страничках, и можно будет понять, кто, собственно, на какую позицию занимает, действительно, они ее озвучат. Пока что ничего нет, я вот сейчас прямо онлайн тоже просмотрела, нигде ничего не увидела, но надо сказать, что 15-го числа, послезавтра, как раз будет в общественной палате заседание рабочей группы по контролю за ходом реализации проекта, создание производственно-технического комплекса по утилизации обезврежения отходов 1-2 класса опасности Мородыкова. Это будет в общественной палате. Понятно, что комиссия по экологии следит за этим, и рабочая группа создана на базе общественной палате, и я думаю, что там эти вопросы тоже будут подниматься. Ну, хотелось бы еще подметить, что вот я, например, сейчас же все обсуждают территориальную схему, которая обращение с отходами, которые новые у нас. Давай об этом мы сейчас поговорим после короткого перерыва, у нас сейчас реклама. Особое мнение на 101FM Особое мнение сегодня высказывает Константин Сичихин, член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, общественный активист, человек, который занимается экологическими проблемами в части, например, раздельного сбора мусора, его переработки. У микрофона работает Светлана Занько, и мы попытались нарисовать картинку того, глазами Константина, того собрания, которое вчера было на базе здания профсоюзов, и там были профсоюзы, там были, как мы понимаем, партии, как минимум мы точно знаем, что были представители СР в лице Федора Сураева, представители ЛДПР в лице Татьяны Веселовой, общественные активисты из Мородыкова, Катя Линча и Скирова. Члены депутата городской и региональных, городских и региональных парламентов, Думы и парламента, и обсуждался вопрос Мородыкова. Была такая попытка, и мы не договорили. Ты хотел резюмировать, да, вот свое мнение, которое ты уже высказал до перерыва, и его можно будет переслушать на сайте хакирова.ру. Ты хотел еще резюмировать. Да, я хотел резюмировать с какой-то точки зрения. Сейчас активно уже обсуждается новая территориальная схема обращения с отходами по Кировской области. ТКО. ТКО, именно. Твердых коммунальных. Так как область будет жить, как сейчас живет в рамках той схемы, которая есть, да, и обсуждается новая схема, где будут включены и мусоросортировочные линии, но почему-то в этой схеме Мородыкова отсутствует. Может быть, отсутствует по причине, что Мородыкова позиционирует собой как переработчик первого-второго класса. Да, он не относится к этой схеме. Да, он не относится к этой схеме. Но я бы маленько попросил бы, да, и включить Мородыкова как объект будущего экологического кластера для региона, да, как использовать объект именно по переработке мусоросортировки отходов, да. Разных видов, в том числе и твердых коммунальных. Так, а кто его знает, найдется, вот у нас Оричевский район на сегодняшний день, это тоже густонаселенный район, да, там тоже есть полигон. Но вопрос о строительстве мусоросортировки, по крайней мере, согласно ТЭР-схеме, не стоит. Так почему бы не включить эту территорию в данную территориальную схему, и найдется, может, предприниматель, который захочет построить в своем районе, либо там поближе к Кирову, мусоросортировочную линию, который будет сортировать, и остальной отход при уменьшении объема будут возить на полигон. Это не так далеко, и это не настолько дорогостоящее будет даже для района, да. Если вот начать даже с маленького, я уж не говорю про город Киров, который, если мы умудряемся в Осенцы возить мусор, так мы могли бы и до Мородыкова его довезти, там отсортировать, и дальше где-то захоронить. А сколько у нас от Кирова до Осенцов, я уже что-то не помню. Ну, от Кирова до Осенцов это порядка, с полным километражом, где-то порядка 35 километров получается, да. По дороге. Да, по дороге. Ну, с учетом того, что мы здесь платим еще мусоровозу, ну, сейчас на сегодняшний день, не знаю, платят не платят они за сбор в рамках федеральной автомобильной дороги, это платон, да, система, так как они же по федеральной ездят. Вот, Мородыкова, конечно, подальше, но вопрос стоит здесь, есть альтернативы для города Кирова. Мы вот эту альтернативу, которую я еще раз задавал вопрос в рамках Общественного совета Министерства экологии и природопользования, недавно он проходил, когда они обсуждали территориальную схему, я задал очень четкий вопрос там, а почему в территориальной схеме нет альтернативы для города Кирова? Там есть альтернатива для всех регионов, как бы всех районов, ну, если есть полигон, всяко может случиться, пожар, наводнение, еще что-то, для населенного пункта должна быть альтернатива, куда повезут мусор. От мусора никуда не деться, это каждый день, каждый день накапливается, да. Город Киров и зато Первомайское, и там еще Юрианский, наверное, район, или как-то такой населенный пункт там, они почему-то без альтернативы в данной территориальной схеме, вот у них осенцы и все. А мы с вами видим, что суд постановил вчера, да, что данное разрешение было выдано незаконно. Вопрос встает, не сегодня-завтра может произойти всякое. Давайте хотя бы Мородыково, еще какие-то объекты начнем рассматривать как альтернатива для города Кирова, где не размещать отходы, а перерабатывать отходы. Прежде всего хочу сказать, потому что хватит размещать, их надо перерабатывать. По этой волне идет и Москва, и Московская область, и Татарстан, и Нижний Новгород. Они давно уже задумывались о том, что отходы надо перерабатывать. Про весь мир давно об этом думают. Ну, в смысле, развитые страны. Я говорю про... Мы живем в России, я говорю про Россию. А в России об этом уже задумались, об этом говорят, чтобы не создавать вот таких ШИЭСов, как в Архангельской области, нужно строить технологии, которые будут перерабатывать, мусор сжигать. Да, может быть, с какой-то точки зрения, там, некоторые говорят, что мусоросжигание — это вредно, да. Но почему-то, опять же, давайте обратимся в Европу, мусоросжигательные заводы стоят прямо в центре, и они там чуть не музеями используются уже на сегодняшний день, но и работают, и никто не жалуется. В той же Вене, где была делегация. Их там 5 мусоросжигающих, 12 мусороперерабатывающих. Поэтому данная технология, она имеет право жить, она и есть на сегодняшний день, да, и ее нужно использовать. Может быть, даже в отношении Марадыкова. Константин Свечехин, его особое мнение мы сегодня слушаем. Я не могу, конечно, тебя не спросить про работу группы при общественной палате по контролю за ремонтом и строительством дорог, в которую ты с самого начала ее создания входишь, и в первом составе, и во втором составе. Это уже четвертый год, получается, работы, да? Ну да, четвертый сезон. Четвертый сезон. У нас конец как раз вот года. Принято, извините, подводить итоги. И хотелось бы услышать, потому что раньше вы часто очень бывали, активно говорили об этом, сейчас не так часто. Хотелось бы услышать, что произошло за этот год вообще. У нас что-то изменилось в дорожном строительстве и ремонте? И как себя чувствует группа? Ну, хотел бы разделить, конечно, этот вопрос на несколько составляющих. Что изменилось? Изменилось, конечно, мы в этом году начали реализовывать на территории Кировской области национальный проект. Не приоритетный проект, а национальный. И федеральные денежные средства, как там недавно статья вышла, порядка уже в двух миллиардов рублей выделяются для региона со стороны Федерации на реализацию данного проекта на улучшение дорожной инфраструктуры Кировской области. И города Кирова. Ранее, порядка 17-го года, у нас действовал приоритетный проект, ну, чтобы разделять вот эти понятия, да. И он существовал только в рамках агломерации. Сейчас, как бы, это более крупный проект, связывает не только агломерацию Киров, Кирово-Чапецки-Слободской, но и связывает основные районные центры. Эти дороги, которые принадлежат региону, области, на которые сейчас со финансированием выделяются денежные средства со стороны федерального бюджета. Это 2 миллиарда выделяют федеральный бюджет, остальные деньги выделяют местный бюджет. Поэтому у нас формируется бюджет региональный совместно с содержанием. Вот о той цифре, о которой тут недавно заявили, 5,8 миллиарда рублей. Ну, по итогу это будет чуть-чуть побольше, там порядка 6 миллиардов рублей по конец года. Но это сумма, в которую входит не только ремонт, не только федеральные денежные средства, но и содержание. А содержание региональных дорог, это порядка миллиарда рублей, чуть больше даже, да. Это вот общая цифра. Я не скажу, что эта цифра очень колоссальная для региона, потому что она примерно в этом сопоставлении была, только чуть меньше, потому что федерация не добавляла столько денег. Вот, но, по крайней мере, какой-то рывок дает в улучшение для региональной сети Кировской области. Да, это большой плюс, да, это большой задел. Наконец-то в следующем году Кирово-Чепецк увидит хорошую улицу Братьев Васнецовых. И опять же, благодаря этому проекту, по той причине, что, ну, сколько я там жил в Кирово-Чепецке, я там родился, да, эта улица никогда не была в том покрытии, в котором она появится. Это уже большой плюс. Надеюсь, что город Кирово в ближайший год увидит продолжение улицы Сурико, опять же, благодаря этому проекту. И проезд солнечный отремонтирует, студенческий отремонтирует, да. Это будет тоже большой-большой задел для региона, для города Кирово. Вот это то, что из положительных, да. То, что из отрицательных моментов все равно отсутствует качественный подход к контролю выполнения работ со стороны заказчика, со стороны и Министерства транспорта, и со стороны УДПИ города Кирово. Мы этот контроль по качеству, мы его не видим. Ну, я лично, если про меня говорить уже, как члена рабочей группы, как... А вы столько за это бились. Мы за это бились, мы за это бьемся, мы за это будем биться. Независимые лаборатории пытались привлечь. Пытались, но пока на сегодняшний день, сами видите, все наши попытки, они отсекаются со стороны и Министерства, и со стороны города Кирово, да, по поводу независимых лабораторий. Ну, как есть, так есть. Чего скрывать? Но ведь была попытка сотрудничества, ведь очень активно выезжали и чиновники, включая губернатора, и сети-менеджера, и бэр. Пока выборы были. Пока были выборы, да, пока мы проходили выборный процесс в Кировской области, было очень все активно, было очень все замечательно, да. Как только выборный процесс пошел, прошел... Сказали спасибо, ребята. Ну, примерно так и произошло, да. Сказали спасибо, лучше не мешайтесь, да. Вот, и в данной ситуации, на сегодняшний день, рабочая группа, она есть, она существует, это большой задел в рамках общественной активности, в рамках общественного контроля, да. Но нет того уже запала, нет той работы, которая была раньше, и в этом, конечно, большая проблема, потому что, ну, на мой взгляд, те люди, которые начинали, они, конечно, ушли. Это и Багир Шарипов, это и Виталик Брама, и на сегодняшний день, конечно, тот запал, он утих. Константин Сичихин, это его особое мнение мы сегодня слушали. Костя, спасибо тебе большое. Хорошего дня всем слушателям. Меня зовут Светлана Занько.